так всем привет сегодня мне на камеру пришел блочок по поводу аккумулятора lp е12 хочу сказать одну вещь что когда я вел начинал трансляция на эту камеру время автономной работы камеры составляла более двух часов 2 с копейками но потом с каждым с каждой трансляции аккумулятора хватало все меньше и меньше в итоге где-то на час сорок начала хватать а года не прошло редко пользуюсь но я съемкой видео занимаюсь для фото почти не использую его очень редко ну и так скажем что-то так меня разочаровал у меня был canon другой 600 и 650 у них аккумулятор дольше жил родной в общем желтый пакетик давайте посмотрим что пришло все что нажито long battery set то есть долгая жизнь батареи это блок питания и естественно адаптер пустышка блок питания и кабель с кривой розеткой то жизнь как не эти стандарты достают последнее время ну да ладно у него канона точно такой же есть блочок сейчас мы это все проверим так для начала смотрим питание у нас 100 240 50 60 герц автоматически находит линию ладно окей сложно но встала зеленый индикатор такой-то у нас переходничок это конечно круто я честно говоря случайно заметил я думаю придется что-то в крышке творить так вот все это втыкается но как оказалось все гораздо проще к нам позаботился теперь посмотрим напряжение батарейки мне просто очень интересно это понять нормально она или нет то что пишет какую-то ерунду так 8 и 6 вольт пульсация есть пульсация есть но незначительные на мой взгляд конечно можно где-то деться частоту включить по частоте видите здесь нету но цифровая составляющая здесь есть в общем что первое включение на камерке я произведу не просто интересно хоп хоп и вот здесь вот есть лючок адаптер под канон рассчитан и вот таким чудесным образом так у нас статус батарея что полностью заряжена и вот таким чудесным образом теперь можно трансляции вести неограниченное количество времени знаете как хорошо что я все-таки приобрел канон они соньку я хотел взять и десятую немножко подороже этого было а потом до этого зеви один и знаете как бы хочется периодически зеви один но вот эта камера при 4к трансляции она даже не нагревается и при съемке 4к толком не нагревается и таким чудесным образом можно просто записывать материал и вообще не париться что у тебя расходуется ресурс батареи которая оригинальная и у меня одна и тратить большие деньги на покупку вторую я принципе не хочу вот этот вещь обошлось мне дешевле чем родной аккумулятор вот как то так ну и таким чудесным образом теперь можно и записывать ролики это очень важно поставил на штатив подключил розетку пишешь и не опираешься уже на заряд батареи во вторых вести трансляции и не опираешься на заряд батареи то есть когда ты захотел тогда закончил это весьма круто и не ищешь никаких других источников вот таким чудесным образом я при помощи канона который предусмотрел это все если кто не знал я в принципе не знал это блогеры не освещали что вот здесь вот есть вот такой лючок тут все это написано карт батареи open и у нас есть такой отсек как раз для подзарядки но это не подзарядка это именно для пустышки которая непосредственно от блока питания напрямую в камеру подает питание конечно лучше бы они сденюсь сбоку сделали отверстие но сделали так но на том спасибо даже в самый последний момент подобную вещь придумали и посчитали что два часа как-то маловато для трансляции ну хоть подобное реализовали это хорошо и вот такие вот разъема мне больше нравится чем micro usb который есть например у sony вот такой у меня вот аппаратик я его уже показывал в коротком видео и в принципе в обзоре распаковки пользуюсь им уже больше года и я им безумно доволен единственное по настройкам здесь настолько все туго то есть именно те режимы которые смотрят что блогеры выставляют для себя которые профессионалы молот мне лично они не подходят потому что я не знаю каким чудом они опираются и на что акцентируют внимание но я работаю например с видео фрагментами и мне хочется придать не то чтобы реалистичности а так как я хочу видеть картинку реалистично он снимает это один легко сделать именно в настройках этого аппарата то есть даже вот в пресетах по быстрому можно все выставить и по цветовой маркировке и по качеству исполнения ну вот вы видите да что вот я направил например на коврик да и вот коврик точно такого же цвета как рядом и на самом деле получается чуть чуть ярче чем вот эта камера который мне сейчас снимает воспроизводит я могу сейчас снимать 4k и смотреть здесь как она снимает в 4k и будет картинка один в один то есть это весьма классно и разрешение здесь кстати больше чем у канонов которые у меня были раньше и поэтому когда я увидел подобную вещицу и вот этот башмак который я использую для того чтобы навесить что-то суда не радио микрофона не еще что-то у меня петличка подключается отдельно вот такими вот вещами по вайфаю что позволяет снизить помехи при помощи обычных кабель очков вот таких вот в обычные вот эти стандартные поэтому здесь у меня все открыто вначале конечно не было желание много роликов снимать и на разные темы и многое что озвучить но в последнее время когда я уже вот эту штуку заказал к сожалению пока что здоровьем не позволяет этим заниматься но и в принципе что-то желание как-то пропало последнее время ну а так весьма все очень даже классненько даже потрясающе просто как я так я много смотрел обзоров читал мануалы все это перебирал и как я вот нарвался на то что все то что мне нравится и все настройки которые мне нужны у данной камеры есть вот класс это мои настройки цифрового увеличения нет потому что это на качестве картинки сказывается тем более у меня в основном штативе стоит нет смысла вот эти всякие стабилизации цифровые включать вообще вот на этом как то все все прекрасно работает ссылку я дам под видео теперь можно поставил снял материал и забыл это класс вообще просто просто все гениальное просто